Индивидуальные занятия в бассейне для маленького Вани не просто развлечение, а прежде всего один из способов реабилитации. С двух лет он болеет сахарным диабетом и регулярно принимает инсулин. Мама мальчика уверена, плавание – эффективный вид терапии. Было тяжело, потому что ребенок маленький, сахарный диабет тек непросто. И оплавание давало возможность стабилизировать течение болезни, и были меньше скачки сахаров, улучшалось настроение, улучшалось здоровье. Он получал дополнительную физическую нагрузку, и за счет этого болезнь текла легче. Поэтому мы пришли на воду. О пользе занятий в бассейне для детей-инвалидов говорят и врачи. Благодаря этому коррекционно-оздоровительному средству адаптивной физкультуры удаются восстановить пациентов даже с самыми сложными отклонениями здоровья. Но оплачивать тренировки по плаванию могут далеко не все. Именно таким семьям решили помочь депутаты городского совета депутатов Реутова. Они организовали благотворительную акцию, в рамках которой преподнесли детям с особенностями здоровья 10 сертификатов на 15 посещений клуба детского плавания. Мы вселяем данным семьям, родителям, а некоторые из них еще и в одиночке воспитывают таких детишек, маленькую надежду на выздоровление. То есть вот эта поддержка, она несет в себе и фактическую поддержку, и эмоциональную. То есть я считаю, что плоды свои она должна принести. Мы, конечно, рассмотрим возможность проведения повторно таких акций. Кроме Сергея Шарова, семьи с детьми-инвалидами поддержали и другие депутаты городского округа Валентина Панина, Константин Суриков и Владимир Деденко. Напомним, риотовские депутаты регулярно проводят благотворительные акции. Так, в период первой волны пандемии коронавируса они раздавали жителям средства индивидуальной защиты, дарили старшему поколению сертификаты в аптеке, а также радовали подарками детей в преддверии новогодних праздников. Обратиться к народным избранникам за помощью можно на личном приеме. График посещения размещен на сайте администрации reutov.net.